короче едем мы только что такие по дороге и видим странную ветку и эту ветку мы засунули в сапог чтобы вы понимали и сейчас мы проехали буквально 20 метров и нашли еще одну такую же собственно наша погода сейчас выглядит так как это возможно кто-нибудь может мне объяснить первые выпуски в этом году очень необычные пошел вон что это такое что плесень что это ладно это единственная проталия на в любом случае куда их можно вытряхнуть тапки остаются им да нет хорошая тапки они обе черные какая красивая вот эта вторая да она просто пузом кверху красивым пузом кверху смотрите у нас тут гадючий клуб знакомств мне кажется они друг другу нравятся или что это значит что они шипят друг на друга думаешь мы нашли их почти рядом может они просто забыли друг другу за эту зиму где голова второй гадючий воносил а а считается ли теперь обувь ядовитый нет нет не насрали ну ладно я не думаю что сейчас будет какой-то движ здесь происходить потому что по-моему они еще не до разморозились Настя когда первую гадюку увидела она ее такая короче хватает и пытается положить в багажник просто так мне чуть не хватил кондратий я такая нет нет давайте хотя бы во что-то ее положим она же сейчас разморозится мне попалась добрая гадюка да вторая гадюка была злая много о том зачем нужна машина вот это мы сегодня забрали всякие фрукты овощи забрали посылку от наших подписчиков кстати огромное спасибо это всякая одежда вот да да мы принимаем одежду пожертвования одежды в декабре или в январе а может иначе черныш и певчик там еще рябинник но на него надо колечко повесить Оксана просили опознавать его да ладно маша опять футболки целых плюс шесть сегодня вы слышите слышите я все вижу не трогать продукты я загрызу тебя иди ко мне иди ко мне мне кажется ты сказал что ты меня загрызешь почему я должен тебе идти а как хорошо у них с соломочкой да а я ну давай ладно заползи тоже готова принять друзей в стаю как-то кто-то сразу спрятался в угол ну погода сегодня прям кайф заходи зачем ты выгоняешь его из зоны комфорта он должен общаться со своими сородичами дрозды это социальные птицы привет гадкая ворона меня укусило представляете подлость ты подлость не верьте воронам я хочу снимать что-то красивое но у меня почти всегда в кадре грязь и разруха и короче я очень жду когда все высохнет здесь будет дорога мы вызовем не знаю большой мусоровоз все здесь уберем у меня есть дятел у Маши есть дятел всем по дятлу укидывай его шмяк а мой выкинется может быть как-то получше вот чуть получше вот чуть получше но тоже не летает не по стационару летал ну по стационару там особо негде летать ну да ну скорее я конечно прыгал наверное у меня садится телефон и я не вижу вот там разборки какие-то пошли разборки не вижу что я снимаю не будем прохожу я значит мимо и понимаю что на меня кто-то смотрит да принц у нас переехал на территорию обратно он сейчас живет вместе с аистами потому что мы слегка боялись сажать его в курятню последний раз мы с курятни как раз таки забрали с хамикоплазмозом ну и боязно поэтому сейчас он живет с аистами организовали ему пару присад кормушку живет не жалуется в принципе у него сейчас все нормально он перелинивает свое взрослое состояние и становится безумно красивой в связи с проблемами со здоровьем а вот двое высадились и в принципе сегодня была довольно холодная ночь отопление здесь уже отключено но здесь тепло как бы стабильно тепло я к ним заходила вчера вечером проверить как у них потому что вчера ночь температура была около минус 5 ну понятно дело что это не минус не минус 30 вы не морозы минус 30 но для весны и для птиц которые зимуют в африке эта температура могла быть критичной но в вольере стабильно держится хороший плюс поэтому все хорошо я думаю еще дня через три-четыре оставшиеся два соеда высадится сюда также скоро другие птицы стационара пойдут по вольерам я за дрозды и прочее у у нас нехило так разводит грязь у вольеров вот это болото оно затягивает уже надо сюда сегодня принести соломки чуть подсыпать а то входить в вольер становится невозможно в самом вольере дела получше потому что там солома и она впитывает влагу очень хорошо поэтому там ничего сильно страшного не происходит а вот дорога там где грязь там где мы не подсыпали солому там все плохо очень плохо у нас по-прежнему 3 ястреба ничего не меняется стабильность у омеги сейчас на лапе наложено лангета чтобы немного выпрямить лапу плохо видно и это работает на лапу довольно хорошо опирается сейчас и лапу не так сильно выгибает в другую сторону ну понятное дело что это ничего не вылечит потому что у омеги пуля в суставе которую невозможно достать так чтобы не разрушить сустав но это хоть как-то улучшает ее уровень жизни она может нормально сидеть на присадах нормально сидеть на земле им конечно очень не нравится что тут нахожусь да чего вы возмущаетесь паника паника плохо видно наверно вот лапу на которой сейчас стоит омег которая впереди на флангетой и стоит на ней уверенно и прямо до этого лапу очень сильно выгибала в другом направлении а